15 минут о красных карликах и их планетах. Прежде всего, что такое красный карлик? Красный карлик это такая маленькая и очень холодная звезда. Насколько маленькая? Ну вот здесь изображен красный карлик по сравнению с нашим Солнцем. У этого красного карлика его радиус в 7 раз меньше, чем радиус Солнца. Это для красных карликов далеко не предел. Есть карлики, которые в 10 и в 12 раз меньше Солнца. При этом температура поверхности вот этого самого красного карлика, она обычно в 2 раза меньше, чем у нашего Солнца. В результате этого светимость такой звезды может составлять всего лишь одну тысячную, а то и одну десятитысячную светимости Солнца. Ну и конечно красные карлики по-своему интересны и сами по себе, однако они были бы нам не настолько интересны, если бы люди сейчас не искали одну интересную штуку. Планеты. Причем не просто планеты какие-нибудь, а планеты, которые бы были похожи на нашу Землю. Вот приблизительно такие. То есть планеты приблизительно той же массы, что и Земля, того же химического состава и находящиеся в так называемой зоне жизни. Зоне, где не слишком жарко и не слишком холодно, а вот так вот тепло и приятно. Ну традиционно, традиционно у нас такие планеты ищут возле звезд, которые похожи на наше Солнце. Почему их ищут возле таких звезд? Потому что возле одной из таких звезд живем мы. Мы замечательные такие, красивые. И мы ожидаем, что вообще раз мы так живем, то и жизнь вообще будет любить вот такие вот какие-то средние по размерам звезды. Считается, что Солнце это средняя звезда по размерам. Хотя если мы посмотрим на то, как распределены звезды в пространстве, то мы заметим, что Солнце крупнее, чем 90% звезд, которые его окружают. Более яркие крупные звезды это обычно что-то такое достаточно редкое. Ну и чем же так интересны красные карлики? Вот мы посмотрим на время жизни звезд и посмотрим на то, как это время зависит от их массы. И мы можем увидеть, что вот как раз те самые красивые яркие звезды, они живут достаточно короткое время по сравнению со временем эволюции жизни на Земле. То есть возникает очень серьезный вопрос по поводу того, успеет ли там просто развиться жизнь или нет. В то же самое время, если мы посмотрим на красные карлики, вот на эти звезды класса М, то у этих звезд их время жизни может составлять даже не сотни миллионов, а миллиарды лет. То есть если там хоть маленькая возможность того, что на них возникнет какая-то простейшая жизнь, то эта жизнь вполне имеет все шансы развиться в что-то гораздо более сложное. С другой стороны, если мы посмотрим на окружение нашего Солнца, то мы увидим, что большинство звезд вокруг нас, 75%, это как раз вот эти вот самые красные маленькие точки, те же самые красные карлики. А вообще может ли быть возле красного карлика планета? Давайте мы посмотрим на те планеты, которые уже открыты в зоне жизни. И если мы на них посмотрим, то мы увидим, что многие из них действительно находятся на орбитах вокруг достаточно небольших звезд и уже сейчас они активно изучаются. Что же собой представляет система красного карлика? Ну вот вы можете посмотреть это на примере системы Проксима Центавра. Это красный карлик, который ближе всех к нам находится, вообще ближайшая к нам звезда. И как раз недавно на орбите вокруг этого красного карлика была открыта планета в зоне жизни. Весьма землеподобная планета. И вот давайте посмотрим. Вот с этой стороны у нас изображено Солнце и орбита Меркурия. С другой стороны мы видим маленькая точка. Это красный карлик. Зеленая зона вокруг него. Это как раз зона жизни для такой звезды. И вот в ней тонкая линия. Это предполагаемая орбита новооткрытой планеты. Как видите, это очень тесная система. Орбита находится гораздо ближе, чем орбита Меркурия к Солнцу. И при этом может на первый взгляд возникнуть вопрос, а не слишком ли это жарко? Вот, например, эта орбита находится всего лишь в 7,5 миллионах километрах от своей звезды. Она находится на 11-дневной орбите. То есть год на ней длится всего лишь 11 дней. Может на первый взгляд возникнуть вопрос, не слишком ли это мало? Но если мы посмотрим на то, от чего зависит расположение зоны жизни, то мы увидим, что зависит оно от светимости звезды. Точнее, оно пропорционально квадратному корню из светимости. А светимость у красных карликов, как я уже говорил, она может быть в тысячи и десятки тысяч раз меньше, чем у нашего Солнца. То есть расстояние 7,5 миллионов километров и орбита, на который год длится 11 суток земных, это вполне нормально для них. Но тут есть немного другая проблема. При таком близком соседстве со своей звездой планета практически всегда получается приливно запертой. Что это за явление такое? Оно нам хорошо известно по нашей Луне, которая к нам повернута одной и той же стороной. Как это получается? Большее тело, в случае Земля-Луна, это наша собственная планета, оно тормозит вращение меньшего тела вокруг своей оси. И вплоть до того, что время обращения меньшего тела вокруг своей оси становится точно таким же, как период его вращения вокруг большего тела. Ну, как это видно, как это проявляется на нашей Луне, вы знаете. А вот что касается планеты, того случая, когда эта планета вращается вокруг своей звезды, и звезда ее таким образом приливно захватывает, то тут случается вот такая вот... Это, конечно, немного утрированная картинка, но вот приблизительно такая. На одной стороне здесь всегда день, на другой стороне всегда ночь. И многие люди как бы считают, что это непременно означает то, что с одной стороны у нас будет выжженная солнцем пустыня, а с другой стороны у нас будет вечная тундра, вечные льды. Но на самом деле люди, которые так говорят, немного забывают, что у нас, у землеподобных планет, есть как минимум два интересных компонента. Атмосфера и гидросфера. Газ, который составляет атмосферу, у нас, если его нагревать в каком-то одном месте из общего объема, то он непременно постарается перемешаться во всем объеме и выровнять таким образом всю температуру. И приблизительно то же самое происходит с водой. На Земле эти явления проявляются в виде океанских течений. И если мы говорим о планете, которая землеподобна, то на ней почти наверняка есть достаточно значительный океан, который более половины площади покрывает. И, соответственно, можно ожидать, что и в этом океане будут наблюдаться достаточно мощные течения. И к чему это приводит? Это может привести к тому, что вот эта вот наша встроенная картина о том, что у нас одно полушарие распеченное, другое заледеневшее, она нарушается. У нас ветра и воды свободно проникают на ночное полушарие. И вот это, в частности, моделирование как раз такой планеты. Это достаточно холодная планета. Здесь даже на дневной стороне она не нагревается больше, чем на 30 градусов. Ну, на ночной температура может падать до минус 45. Но это все равно, как вы видите, присутствует такой достаточно длинный хвост из температуры, который позволяет достаточно эффективно нагревать и ночное полушарие. Ну, конечно, это связано с тем, что еще все-таки погода на планете далеко не подарок. На планете должны бы бушевать достаточно сильные шторма, ураганы. Однако это не делает ее полностью непригодной для жизни или пригодной только в одной узкой области. Это делает ее более-менее пригодной практически по всей поверхности. Ну, конечно, в основном с точки зрения температуры. Потому что с точки зрения того, что все-таки для жизни зеленых растений необходимо все-таки какое-то освещение. И поэтому сказать, что на ночной стороне будет развиваться какая-то особая биосфера достаточно сложно. Поэтому стоит посмотреть на то, какие механизмы могут к нарушению этого приливного захвата приводить. Первый механизм – это эксцентриситет орбиты. Эксцентриситет орбиты – это характеристика, которая показывает, насколько она вытянутая. Вот планеты у нас двигаются по эллипсам, и вот как раз эксцентриситет – это показатель того, насколько этот эллипс вытянутый. Причем характер движения планеты по эллиптической орбите такой, что в самой ближней точке она двигается быстрее всего, в самой дальней – медленнее всего. Ну, а вокруг своей оси она вращается с одной и той же скоростью. В итоге синхронизированная по своему вращению планета в самой близкой точке, ее вращение будет немного отставать от того, которое ей необходимо, чтобы полностью синхронизироваться, а в самой дальней – оно будет опережать. То есть в результате этого будет наблюдаться такое явление, как либрация. Либрация хорошо известна по нашей Луне. Она вот так вот покачивается то в одну, то в другую сторону. В случае же планеты в системе Красного Карлика на ней это будет наблюдаться таким образом, что в некоторых пограничных областях вот это самое Красное Солнце будет то вставать над горизонтом, то снова заходить за него. И таким образом гораздо большая площадь, чем 50% планеты время от времени будет все-таки Солнцем освещаться. И может приводить даже к тому, что в конечном итоге вот этот год на ней все-таки будет длиться не день, а, например, два дня. Ну, что касается дня, который длится не один день, а два дня, тут есть и другой механизм возможный. Это когда у нас имеется достаточно тесная система, то есть система, в которой несколько планет расположены рядом друг с другом на близких орбитах. В этом случае они могут очень сильно оказывать друг на друга воздействие и снова-таки приводить к другому соотношению периода вращения вокруг своей оси, то есть дня, и периода вращения вокруг звезды, то есть года. Ну и третий вариант, который может привести к тому, что не полностью будет всегда половина полушария, половина планеты в ночи, это если мы учтем наклон ее оси. Ось планеты в процессе вращения ее вокруг своей звезды остается постоянной. Ну, у нас это воспринимается как смена времен года. На этой же планете это будет восприниматься как явление, очень похожее на то, которое при вибрации наблюдается, то есть в полярных областях Солнце будет то всходить, то садиться. И таким образом часть планеты будет освещена дополнительно. Однако проблема с освещением — это не единственная проблема планеты в системе красного карлика. Не меньшую проблему составляет то, что красные карлики — это вообще-то у нас достаточно активные звезды, поскольку они гораздо холоднее нашего Солнца, то на них больше пятен. А если больше пятен, то на них происходит гораздо больше солнечных вспышек, похожих на те, которые у нас временами вводят из строя электронику, только гораздо более мощных. Настолько мощных, что возникает нехорошее подозрение, что вся та жизнь, которая на планете с таким трудом возникла, в какой-то момент просто превратится в что-то вот такое. Однако и тут есть выход, который может показать, что планета все-таки пригодна к жизни. Самое главное, чтобы у планеты было магнитное поле. Оно у таких планет может быть, потому что, несмотря на то, что у них вращение синхронизировано, оно все-таки происходит. У таких планет будет жидкое ядро, и вот это движение ядра в недрах планеты, оно стандартное приводит к тому, что у планеты появляется мощное магнитное поле, и вот эти заряженные частицы, которые во время вспышки летят от звезды, они ударяются об это магнитное поле и каким-то образом перенаправляются на полюса и рассеиваются в атмосфере. К чему это приводит? Это приводит к такому явлению, как полярные сияния. Они вот как раз кольцом вокруг полюсов образуются, что у нас обычно называется северное сияние. Вообще оно на обоих полюсах наблюдается, на многих планетах. И на планете, которая находится в зоне действия таких мощных вспышек, и, соответственно, полярные сияния тоже будут достаточно мощными. Настолько мощными, что вот эти полотнища света на небе могут даже освещать вот ту самую проблемную ночную сторону и дополнительно создавать условия для жизни. И вполне возможно, что на ночной стороне действительно там стоят вот такие могучие леса под светом невероятно мощных полярных сияний. Ну и что по поводу всего этого можно сказать? Что по поводу красных карликов и возможностей жизни возле них еще рано говорить что-то определенное. Тут возможностей очень много. И вполне возможно, что то, что нам кажется совершенно убийственным в них и является тем, что обеспечивает, что в наибольшей степени обеспечит жизнь. Так что какие-нибудь вот такие картины мы вполне возможно сможем возле них и наблюдать. Спасибо за внимание. Спасибо за лекцию. Довольно-таки интересная лекция по астрономии. Такой вопрос. Вообще не очень была понятна связь, количество темных пятен с вспышками. Потому что, ну, все-таки красные карлики у нас малоактивные звезды, а вспышки у нас как бы происходят. Вы же говорили, температура на их поверхности-то низкая. И еще один вопрос. Вообще магнитное поле утверждать, что оно защитит планету от этих вспышек на таком расстоянии, как-то тоже, наверное, маловероятно. Потому что если даже наше Солнце вспыхнет как следует, у нас тоже ничего не будет. В общем, смотрите, что касается черных пятен и активности красных карликов. Это, прежде всего, зависит от того, что мы понимаем под их активностью. Если мы понимаем их светимость, это не активность, то да, они достаточно маломощны. А вот по характеру вот этих вот катастрофических взрывных явлений, они очень активны как раз за счет того, что там очень мощные зоны конвекции, переноса вещества, опять-таки, все это достаточно неравномерно. И вот эти, что такое темные пятна на звездах, это зоны пониженной температуры. И вот как раз вокруг них концентрируются неравномерности магнитного поля, которые в конечном итоге и приводят у нас к вспышкам, к выбросу этих частиц. Это одновременно выброс большого количества частиц достаточно тяжелых и достаточно легких, благодаря чему мы, собственно, вспышку и можем заранее предсказать. Мы сначала видим, как до нас доходят более легкие частицы, а потом до нас долетают более тяжелые. Что касается, собственно, магнитного поля и возможности его остановить эти частицы. На самом деле, до определенной меры, конечно, не все частицы оно сможет остановить. Оно сможет, если оно аналогично магнитному полю нашей планеты, то оно сможет остановить эти частицы настолько, чтобы, прежде всего, оно не столько их остановит, сколько оно их перенаправит куда-то к полюсам. И дальше уже магнитное поле даже у нас не само останавливает частицы. Оно их частично замедляет, перенаправляет, и дальше они поглощаются основным щитом нашей планеты, это вот атмосферой. Все эти частицы окончательно тормозятся именно в атмосфере, из-за чего и возникают полярные сияния. Конечно, далеко не всякая планета сможет мощные вспышки полностью остановить, но очень сильно замедлить, их она сможет ослабить. Опять же, это будет зависеть от того, насколько у нее мощная атмосфера, а чем больше у нас планета, тем обычно у нее стремится атмосфера стать больше. Ну опять же, насколько активны ее недра, и опять же, у более-менее массивных планет они всегда активны. Вот как бы общего ответа на ваш вопрос нет. Может быть, а может и не быть. Да, пожалуйста. Вот в этой модели планеты, которая будет неравномерно, но все-таки как-то не так неожиданно развиваться, моделировали ли, какие факторы на этой планете будут меняться вообще? Потому что вообще смена циклическая факторов на планете – это важная штука. На Земле многие вещи, к примеру, привязаны к фото-периализму. Цветение растений, отмножение животных, миграции, склонность к падению спячек и так далее. А что меняется вообще там? Получается, там не меняются сезоны, там не меняются день и ночь. Что там вообще меняется? Как бы там могла существовать жизнь? Фантазировали ли ты на эту тему? Это очень хороший вопрос. Это не то, что я фантазировал. Это многие люди обсуждали и интересовались. Действительно, одна из больших проблем – это отсутствие каких-либо циклических явлений. И люди пришли к выводу, что да, это очень большой вопрос. Как вообще восприниматься время будет теми, может быть, неразумными, разумными существами, которые на этой планете живут? Ну, естественно, это идет речь о чистом случае, когда у нас круговая орбита, наклона оси нет, то есть никаких либраций не происходит. Тут, конечно, не то, что вопрос о наличии биологических часов у обитателя этой планеты. Тут возникает вопрос, возникнет ли у животных на этой планете такая вещь, как ночное зрение. Потому что если у нас в основном жизнь сосредоточена на дневной стороне, а там никогда не бывает даже на краткое время ночи, то смысла развивать это самое зрение нет. И в связи с этим возникает вопрос, а как гипотетически разумные обитатели этой планеты вообще будут оценивать окружающее пространство за пределами их планеты? Они ведь, по сути своей, не смогут увидеть звезд. Это очень интересный вопрос. Но это касается чистой гравитационно запертой планеты с нулевым эксцентриситетом, с отсутствующим наклоном оси, то есть с таким наклоном оси, при котором не происходит периодических в процессе вращения вокруг звезды изменений освещения полюсов. А если такие изменения происходят, то вот как раз циклом либрации планеты и годовым изменениям, которые по аналогии с Землей так и хочется назвать сменой времен года, хотя вот в системе красного карлика это будет всего лишь в течение нескольких дней происходить, вот как, наверное, именно к этим вот циклам и будут привязаны биологические часы у существ на этой планете. Да? Пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Возможно ли вылететь до этих красных карликов? И когда это будет? Это очень интересный вопрос. Ну, когда это будет? Могу сказать так. Во-первых, это будет тогда, когда люди научатся создавать двигатели, которые позволят разогнать объект в космосе хотя бы до сотой доли скорости света. И во-вторых, нам для этого нужно научиться строить в космосе достаточно крупные сооружения, такие, чтобы размер их исчислялся километрами. В этом случае мы можем построить нечто, что, в принципе, теоретически за несколько десятилетий или несколько столетий могло бы до ближайших красных карликов долететь. Ну, ближайший красный карлик – это как раз Проксима Центавра. Возле нее вроде как открыли планету Проксиму Б, которая как раз интересна в этом плане. Ну, вот если мы, космический корабль, разводим до 10% скорости света, то полет к Проксиме Центавра займет что-то около 43 лет. Никит, когда летишь? А вот такой у меня вопрос. Как всем известно, известная красная планета – это ж Марс, а почему она называется красная… Вот это что это, что вы говорите? Красный карлик? Да, из-за чего красная? Что там такое красное? Ну, считается, что спектр ее смещен в красную сторону больше. Когда на расстоянии смотришь на эти звезды, они действительно кажутся красными. Точно так же, как более яркие звезды, за счет того, что температура у них выше, кажутся такими белыми или даже голубоватыми. Но на самом деле, если вы будете на поверхности этой планеты, то то, как выглядит цвет звезды, у вас будет определяться ее температурой. А температура поверхности красного карлика, несмотря на то, что она достаточно невысокая, она все равно выше, чем у наших ламп дневного света. То есть все равно эта звезда будет выглядеть ненамного тусклее, чем наше Солнце, свет ее. Ну, а красными карликами их назвали, как сказать, вот с точки зрения человека, который очень на большое расстояние от них удален. Вы говорили о том, что планеты, которые могут иметь жизнь, будут находиться достаточно близко возле звезды. И теперь вопрос. Спутник Ио Юпитера, который находится достаточно близко возле большого объекта, имеет большую геологическую активность из-за воздействия этого гравитационного поля на сам спутник. Будет ли то же самое с планетами, которые близко возле звезды? Она довольно-таки большую массу имеет. Скорее всего, будет. Может быть, не в таком объеме, как у Ио, но будет действительно близость звезды, будет активизировать геологические процессы. Но это не только плохо. Ну, конечно, с одной стороны, это не очень приятно, потому что там, кроме ураганов, еще и постоянно будут идти землетрясения с извержениями вулканов. Но, с другой стороны, этот же самый процесс активизирует вот это самое магнитное поле, сделает его гораздо мощнее. И это может, в свою очередь, защитить планету от этих самых вспышек. Ну, как известно, звезды вытянут энергию для себя терапевтического расклада. Часть энергии идет в стекло, а часть энергии идет со светом. И на нашей планете, например, нежелательные излучения, например, ультрафиолетовая, загетовая, с обозоновым слоем или еще как-то. То есть, оно на нас по кумовому воздействию сильного не влияет. А так как те планеты, они здесь, и находятся в данной звезде, не будет ли это как-то решать? И будет ли там какой-то азарт из зоны воздуха? Ну, во-первых, зоны звезды излучают свет не в результате ядерного распада, а ядерного синтеза. Это во-первых. А во-вторых, когда мы говорим об освещенности планеты, определенной ее величине на определенной орбите, то мы говорим о том, что до нее доходит энергия во всех диапазонах на том же уровне, что и до нашей планеты. То есть, несмотря на то, что она достаточно близко, вот не только столько же света до нее доходит, но и еще такое же количество вот этих всех инфракрасного излучения, радиоизлучения, ультрафиолета и так далее. За счет того, что чисто у звезды меньше светимость. Мы приблизили планету ровно настолько, насколько звезда сама по себе слабее светит. Это во-первых. Что касается озонового слоя, то он практически всегда, если там есть кислород, то и озоновый слой практически всегда будет возникать. Потому что озон — это у нас как раз соединение атомов кислорода. И возникает он во многом как раз за счет того, что на него попадают эти самые заряженные частицы. Да. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вот назрел интересный такой вопрос. Как сказать, как отголосок колонизации Марса и так далее. Вот скоро мы будем колонизировать другие планеты. Вопрос такой. Была идея колонизировать Луну. И станции хотели размещать на, как сказать, маленьком, да, ободке Луны. Из-за чего? Из-за того, чтобы температура положительная уравновешивалась с температурой отрицательной и на относительном ноле. Где бы Вы посоветовали на спутнике Красного Карлика разместить такую станцию? Ведь там более сильный солнечный ветер, который и... Вы знаете, если мы говорим о планете, которая землеподобная, не о голом камне, таком, как наша Луна, то там особой разницы такого резкого значения расположения нет. Вот как раз, если мы вернемся вот к слайду, который моделирование у нас того, как распределяются температуры, то вот как раз почему на Луне такая проблема с выбором места? На Луне отсутствует гидросфера и атмосфера, то есть среды, которые бы температуру выравнивали по ее поверхности. Здесь, конечно, лучше где-нибудь... Ну, это уже зависит от того, насколько планета нагревается. Вот это, например, планета достаточно прохладная. Здесь как раз на дневной стороне всего лишь до 30 градусов нагревается, и особого смысла смещаться к терминатору нет. Особого смысла нет. Понятно, что на планете, которая нагревалась бы сильнее, лучше бы, конечно, находиться где-нибудь ближе к терминатору, но опять же не так критично. Опять же не так критично. Ну и опять же, мы можем представить себе противоположность этой планете. Планета, которая чуть сильнее, чем Земля, нагревается, и тут как раз уже вот за счет этого теплопереноса может быть как раз ночное полушарие будет нагрето вот именно до такой степени, чтобы там люди себя чувствовали комфортно. Ну опять же, в чем привлекательность существования атмосферы и гидросферы, что они позволяют вот немножко вот этим вот вопросом, который так мучает колонизаторов Луны, немножко пренебречь. Хорошо. А еще один вопрос. Вот смотрите, получается как, все изображения, которые астрономы получают о планетах, ну так сказать, и вся их информация приходит с задержкой. Некоторые из-за чего, из-за того, что свет проходит, это расстояние от нас до планеты. Вопрос такой, возможно ли, что на планетах, которые возле красных карликов, просто сдует атмосферу? Сдует атмосферу? Ну, я немножко не понял, при чем здесь задержка, с которой приходит к нам информация о них, просто потому, что за тысячу лет, за которую до нас доходит информация о, наверное, самых дальних из открытых планет, ну там всего несколько, по пальцам можно пересчитать те планеты, которые открыты гораздо дальше, чем в тысячи световых лет от нас. За тысячу лет атмосферу точно не сдует никаким образом из возможных. Это первое. Что касается возможности выдувания атмосферы за миллионы и сотни миллионов лет. ну тут все будет определяться двумя факторами. Первый, это то, насколько планета все же близко к звезде. Если она, если мы говорим о зоне жизни, то не будет выдуваться. Выдувание может наблюдаться на таком расстоянии, которое эквивалентно расстоянию от Солнца до Земли, в том случае, если планета маломассивная. Если она по массе своей сходной не с Землей, а с Марсом. В этом случае часть молекулы, прежде всего так нежно любимые нами водяной пар и кислород, они действительно за миллионы и за сотни миллионов лет могут быть выбитыми в космос и исчезнуть. Но при более массивной плане, если планета более массивна, такого не произойдет. давайте последний. Спасибо. У меня, возможно, немного нефтемный вопрос, но когда наше светило Солнце будет умирать, оно в теории будет превращаться в карлика, если в карлика, то белого? Оно будет превращаться сначала в красный гигант, а потом да, красный гигант сбросит оболочку и превратится в белый карлик. Это не много, это здорово другая звезда по своей сути, чем красный карлик. Как бы да, она будет в белый карлик превращаться, но это не то же самое, что красный карлик. Наиболее альтернативные виды топлива сейчас наименее используемый, потому что в этой области сейчас ведутся только разработки и пытаются добиться результатов. Результаты есть, и позже я об этом расскажу. Самый используемый альтернативный вид топлива это природный газ. Ну, как бы многие об этом знают.